Плесецкая епархия Епископом Плесецким и Каргопольским избран иеромонах Александр Зайцев, клирик Гатчинской епархии. Почему принято такое решение и последует ли дальнейшее дробление области на отдельной епархии? Мы расспросили у митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила накануне. Прийти сегодня на прямой эфир он не смог, поскольку в это утро проводит праздничное богослужение. Предлагаем запись беседы. Владыка, здравствуйте. Здравствуйте всем. Наверное, вы не можете комментировать решение Священного Синода, но расскажите о причинах появления новой Плесецкой епархии в Архангельской области. Дело в том, что новые реалии, они нам дают новые установки. Район очень такой важный, интересный. И, конечно, нужно, чтобы там началась жизнь. Жизнь более церковная, более глубокая. Когда создается та или иная епархия, то действительно совершенно другие требования к епархии. Более глубокие. И я просил еще два года назад Святейшего, чтобы он в этом плане оказал содействие и помощь. Ведь много храмов замечательных, деревянных, которые нуждаются в реставрации. И когда создается епархия, то на эту епархию выделяются больше всегда средств на памятники. Выделяются средства на строительство епархиального управления. Замечательно. И нужен был еще, самое главное, это не просто создать епархию, а найти кандидатуру. Вот это самое главное. И здесь нужен человек, который имеет опыт. Опыт в реставрационных уже вопросах. Поэтому я обратился к Святейшему. Ваше Святейшество, помолитесь, как Господь вам положит на сердце. Нам нужен именно вот такой человек, который бы всем этим занимался. И вот Святейший нашел отца Александра, который будет епископом. У отца Александра опыт. Опыт реставрации, строительства. Когда-то он пришел в Тихвинский монастырь. Этот Тихвинский монастырь был в удручающем состоянии. А ныне он просто замечательный, замечательный монастырь. И как раз строителем-экономом вот многие годы был отец Александр. И понятно, что мы получаем в результате новой епархии. Мы получаем боевую единицу. Мы получаем генерала, полевого командира, который участвовал в боевых действиях и знает, как все это делать. Вот, говоря таким языком военно-техническим. Плюс, когда приходит новый владыка, он всегда с собой еще двух человек привозит. Плюс опять у нас боевые единицы. Организационно выстроено как на территории Архангельской области. Есть Котловская и Вильская епархия на юге. Теперь есть Плесецкая епархия. И они подчиняются организационно Архангельско-Холмогорской митрополии. Да, конечно же. У них есть нечто свое и нечто общее. Они в плане кадровом и финансовом абсолютно самостоятельны. А мы осуществляем, как бы центральный главной офис, осуществляем именно надзор. Мы смотрим, подсказываем все и делаем совместные вот такие совещания, на которых разбираем те или иные ситуации и стараемся в одном направлении работать. Это самое главное. А именно вот этот замечательный город Мирный, он особенный. Ведь не просто так. Там есть свой действительно генерал. Управляет генерал Николай Николаевич. Это говорит о том, что очень важный этот узел не только для нас, для города, для области, для всей страны. И понятно, что нужно больше работать с личным составом. И они просят, чтобы больше было священнослужителей. Не простых, а тоже опытных. А здесь такая возможность. То есть, в принципе, прихожане уже готовы к своему новому настоятелю, да? Ну, конечно. А теперь появятся какие-то задачи, которые вы сразу обозначите, да? Ну, задачи ставит Московская Патриархия. Они уже поставлены, уже все написано. С каждым годом просто задачи увеличиваются. Ну, время такое. Если раньше достаточно было просто отслужить службу там, то сейчас много чем нужно заниматься. Встречаться с людьми, заниматься и социальной работой, и просвещением. Просвещением не просто даже молодежи, а ведь и старого поколения. Многие ничего не знают о своей вере, о своей культуре. И вот почему и секты у нас рождаются. Ведь не из храмов люди уходят в секты. Вот это отмечено. А люди уходят те, кто в храмы не ходил. Можно я вас попрошу об одном? Вы обязательно когда-то выберете время и придете к нам на прямой эфир в какое-нибудь воскресное утро, чтобы наши телезрители могли по нашему телефону в студии позвонить, задать вам какие-то вопросы и пообщаться с вами просто напрямую. Я согласен. Я согласен. Спасибо. Всего доброго. До свидания.